У нас такая передача без начала и без конца. То есть нет какого-то официального вступления, не будет и не будет какого-то официального завершения, чтобы оставить многоточие, возможно, было бы. Мы обещали, что не будем трогать политику, это нам, в принципе, и не по формату. Особенно все-таки затрону один вопрос, это касательно гагаузского народа, гагаузов как таковых. И сегодня считается, что люди с национальностью гагаузской, они не могут сегодня занимать какие-то вышестоящие посты в Республике Молдови. По причине языка, в первую очередь, обязательно надо владеть государственным языком. Сегодня это румынский язык, запрещено говорить государственный. Ну и кроме владения языка, знания языка, якобы национальность не позволяет занимать вышестоящие посты. Как вы к этому относитесь? И по сути, получается, что вы единственный представитель гагаузского народа, который занимает такой серьезный пост на данный момент. Ну, вы меня, конечно, разодачились этим вопросом. Я скажу, что это все-таки стереотипы, это большой стереотип, который существует в нашем обществе достаточно давно. Я могу сказать, что, во-первых, я не первый и не последний, который занимает определенную должность. И про должность еще поговорим. Я хочу сказать о том, что совершенно неверно это высказывание о том, что запрещено гагаузам, либо болгарам, либо людям других национальностей занимать какие-то должности в центральных органах власти, в бизнесе, либо руководить крупными предприятиями, такими как вся система Молдового газа. Могу сказать, что все зависит от конкретного человека, ну, и зависит от его знаний, от его желания и воли, и, соответственно, его подготовки, подготовки в рамках не только тех учебных заведений, которые он посещал в детстве, в юности, и, соответственно, в молодости, зависит от, скажем, самого человека, который хочет чего-то достичь. Достичь в жизни и достичь профессиональной сферы, прежде всего. Ну, скажем так, это все у меня было. Была воля, было желание самоутвердиться, было желание сделать лучше для страны, использовать все свои знания, накопленные знания, опыт для блага страны, соответственно, с самого после университета. Конечно, были разные периоды. Тогда начиналась первая стадия эмиграции именно от молодежи, которая хотела учиться за рубежом и, соответственно, достигать в других странах какие-то результаты. Тогда я выбрал Республику Молдова, были возможности эмигрировать и в США, и в Канаду. Это сколько вам было лет тогда? Ну, мне было тогда после университета, это 23-24. И были вот как раз периоды, 2002 год, 2001-2002 год, когда вот именно была там национальная тематика, если помните, было решение там переименовать историю Румын, историю Молдовы, и очень много дискуссий. Тогда у меня были проблемы с сознанием государственного языка, ну, румынского языка. И я его выучил очень быстро, потому что я здесь, в Кишиневе, учился в университете, ну, во-семь, академия экономических знаний, учился в русской группе. Ну, в течение двух-трех месяцев я очень усиленно выучил язык, потому что вопрос не то, что это мне дало какой-то стимул, не то, что это стимул возможности устроиться на хорошую работу в госструктуре. Я считаю, что в любом случае каждый должен знать язык страны, где он живет. Это было первым, основным мотивом. Ну, и, соответственно, без языка это нет возможности развиваться дальше. Ну, стереотипы, потому что на моей национальности мой паспорт смотрели в последнюю очередь. Это было тогда? После того, когда узнавали, что я ГГУС, ну, конечно, удивлялись. Ну, я могу сказать, что мне повезло с руководителями на разных стадиях моего профессионального становления. И могу сказать, что многие руководители, в том числе и страны, повлияли очень положительно на мое профессиональное становление. Начиная от руководителей в первом месте моей работы, это национальная комиссия по финансовым рынкам. Далее непосредственно в Министерстве экономики и в бизнесе, далее в ГГУЗе. Поэтому все люди, которые были моими руководителями, могу сказать, что мне повезло с этими руководителями. И никогда никто не смотрел на мой паспорт и мою национальность. И поэтому это стереотип. Я знаю очень много моих друзей и знакомых, которые являются ГГУЗами, которые себя реализовали уже в основном в бизнесе, могу сказать. В политической сфере, конечно, не так много ГГУЗов, которые представлены либо в парламенте, либо в правительстве, либо в политических партиях, хотя их есть и много. Но в части бизнеса могу сказать, что очень много моих друзей и очень много знакомых, которые себя реализовали не только в ГГУЗе, в республике Молдова, но и за рубежом. И достаточно, скажем, хорошо развили свои предприятия, свои бизнесы. И это очень хорошо, потому что они, прежде всего, думают о стране, думают о своем бизнесе, думают о людях. И вот у них нет таких стереотипов, что он ГГУЗ или она ГГУЗка. И вот из-за этого там какие-то есть сложности в развитии. Нет в молдавском обществе. Вот тогда и сейчас я не вижу такого, кроме частных случаев, когда есть неприязнь к нам, к народу, к национальности. И всегда находил общий язык с представителями любых национальностей и культов. Поэтому и религий не вижу здесь в основном большой проблемы. Это искусственно, политически, может быть, каким-то образом дискутируется в обществе. Пытается кто-то разжечь вот эту национальную неприязнь, но это не работает даже на бытовом уровне. Я еще раз говорю, кроме таких мелких случаев, частных случаев, которые бывают, очень, скажем так, пытаются развить эту тему искусственно. На самом деле этого нет. И хорошо, что мы живем в одной стране, работаем, пытаемся своими делами, благими делами развивать эту страну во благо людей. Я всегда говорю одну очень простую вещь. Самое большое преимущество, даже если можно сказать конкурентное преимущество нашей страны, это в том, что у нас полиэтническое общество. У нас молдаване, кто себя называет румынами, русские, гагаузы, украинцы, болгары. Другие национальности существуют в Республике Молдова, живут, сообщают и, скажем, генерируют очень хорошие и благие дела во благо нашей страны. В общем, я подумаю, что вот это нужно наоборот развивать. И, конечно, нужно знать это элементарно и правильно, знать язык своей страны, общаться на нем. Это, в принципе, не с точки зрения прагматики и с точки зрения какого-то оппортунизма. Нет, это нормальная и здоровая практика. Вы в детстве дома с родителями на каком языке общались? На гагаузском. Только на гагаузском. Я могу сказать еще... И, кстати, вот об этом тоже нужно поговорить. И очень плохо, что сейчас в гагаузе, даже к моему стыду, и для меня это очень больно, в том числе как этническому гагаузу, что очень мало начали говорить на гагаузском. Нам в этом направлении нужно очень много работать и развивать свой язык. У нас язык очень красивый, он очень древний. И, соответственно, на нем приятно говорить, разговаривать, общаться. Мой дед и мои родители... Вот этот дед, я помню, он говорил на гагаузском без применения одного русского слова. Сейчас, ну, в силу того, что русский язык был языком межэтнического общения, и есть он такой... Сейчас очень много в гагаузском использования русских слов. Раньше, вот я помню, в 80-е годы, это годы моего детства, мои родители, мои бабушка, дедушка, и со стороны мамы, и со стороны отца, они, в принципе, не использовали ни одного русского слова в своем общении. Ну, я же говорю о бытовом общении. Но даже в период становления, скажем, определенного национального движения гагаузии, когда, скажем, повышение национального самосознания, создание начала гагаузской республики, потом автономии, тогда вот все говорили на гагаузском, митинги были на гагаузском. Да, однозначно мы жили в советской эпохе. В тот момент русский язык, он был как бы преобладающим, но в селах, в школах, в селах, в детских садах говорили все на гагаузском. А где вы росли? Я родился, если говорить о месте, месте моего рождения в Кагуле, мама училась техниками в медицинском, отец был в армии. Я родился в Кагуле, мама была студенткой. А так, мое родное село, это село Чешмикей, вулканинского района, гагаузия, республика Молдова. Поэтому все детство и юность я провел в селе Чешмикей. Я провел в Гагаузии, ну, 19 лет, скажем, в 19 лет я уже переехал в Кишинев, учился в университете. И после этого живу больше в Кишиневе, но мои родители живут в Чешмикей, все родственники там. Я сейчас до сих пор прописан там, да, прописан, но супруга здесь, я в Чешмикей. И не меняю прописку. Скажите, вот когда мы заговорили о вашем сегодняшнем месте работы, а вы на таком большом посту находитесь, вы сказали, что у вас были определенные амбиции, и, в принципе, эти амбиции, я так понимаю, двигали вами, в том числе и учить язык в том числе. Это, мне кажется, включало, да? Если мы вернемся в ваше детство, и вы можете сказать, вспомнить, какие качества уже с детства были проявлены в вас, которые вам, в принципе, дальше в жизни помогали достигать и помогают достигать тех или иных высот? То есть это ваши какие-то качества персональные, которые вы сами можете выделить в себе? Ну, все мы сами себя очень сильно любим. Не скромничайте. Давайте не будем скромничать. Существуют элементы эгоизма у каждого человека, и это нормально. Это, в принципе, один шаг к здоровым амбициям. Я считаю, что это правильно. Если говорить о моем детстве... Ну, с детства, во-первых, могу сказать, что у меня отличные родители, и они меня очень хорошо воспитали. И воспитали в том, в духе 80-х, в советское время, что дисциплина, прежде всего, по утрам нужно делать зарядку, учиться хорошо. И вы соблюдали это все? Ну, конечно, соблюдал. Во-первых, система образования и воспитания в Советском Союзе, я все-таки считаю, что это было на достаточно хорошем уровне. И вот сейчас я посмотрю на наших детей. У нас два сына. И смотрю на себя, вспоминая себя тогда, ну, сколько мне было, 5-6-10 лет, не было никаких гаджетов. Мы жили, в принципе, очень мирно, дружно. Всей нашей макгалой, всей улицей у нас очень много было ребят. Девчат было меньше. Ну, наша там улица особенно такая была, скажем, в основном были мальчики. И, конечно, улица дала какое-то свое воспитание. Кроме родительского. Кроме родительского, да. Вот это, скажем, лидерские качества, они были там. Первые. Значит, целеустремленность, строго следовать определенным принципам. Ну, элементарно не обижать младших, уважать старших, уважать труд людей. Скажем, дружба мужская, она тогда сформировалась. И дал слово, нужно удержать это слово. Значит, поступки, благие дела. Да, очень много было и, скажем, не только хороших, но было и разные. Ну, конечно, дрались, как стенка на стенку. Скажем, у нас в основном были мальчики на нашей улице, с другой стороны, там несколько, скажем так, групп. Ну, это уже было период 14-15 лет, 90-е. Ну, знаете, постарше уже. Но все равно те принципы, которые были тогда, скажем, взросшены непосредственно в нас, в меня конкретно, то это осталось на всю жизнь. То есть 7 лет домашних, они, как говорят, шапки андиакасы, они как бы влияют на всю последующую жизнь. Поэтому в этом плане, конечно, благодарен своим родителям, благодарен и друзьям детства, с которыми мы до сих пор встречаемся, созваниваемся. Конечно, все сейчас разбежались, то где мало, кто остался в селе из-за объективных причин. Но родители там? Родители, да. Но я говорю про молодежь. Молодежь, конечно, мало в селе. Это плохо. Ну вот эти элементарные вещи, которые есть у каждого, они все равно идут от рода, от семьи, от родителей, от окружения. А было что-то такое за ваш отрезок жизни к сегодняшнему дню? От чего вы отказались? Или как-то вы поступили собственными принципами? Ради чего-то? Ради карьеры? Ради, может быть, решения какого-то вопроса? Вот что-то такое, что вы все-таки на момент отступили или забыли? Что-нибудь такое? Ну, разное бывало. Сейчас, если говорить... Ну, могу сказать, наверное, никогда не старался все эти принципы, придерживаться этих принципов. было, наверное, ситуация после того, как я был выпускником лицея, ну, закончил лицей, молдотурецкий, аризонт в Чадр-Лунге. Может быть, тогда, я вот сейчас вспоминаю, была возможность поступить в Турцию на инженера-механика. Вот сейчас, по прошествии лет, я думаю, что вот инженерная мысль все-таки у меня где-то она есть, она осталась. Вот надо было сейчас завершать вот второе высшее образование, переквалификацию, стать инженером-энергетиком. Но вот, может быть, тогда я бы выбрал вот именно вот первую специальность техническую, а после этого уже экономику, юриспределитель. А почему вы тогда не выбрали? Ну, не хотел уезжать из страны. Не хотел? Да. Ну, по личным, по личным причинам. Была любовь, была большая любовь, и, соответственно, хотелось остаться здесь. То есть, можно сказать, что Вадим Чиван готов был отказаться и отказался от какого-то карьерного пути ради людей. Да, я тогда отказался. Просто только не хотел учиться в Турции, остаться, хотел остаться здесь. Вот тогда была возможность в Турцию поступить, потому что тогда все поступали в Турцию, именно те, которые выпускники. В основном это было направление, хотя сейчас у Аризонта намного шире возможности сейчас вся Европа, вся США. Вузы открыты везде. Это, кстати, самое лучшее мое решение в жизни. Одно из самых худших. Это поступление после восьмого класса. Даже не завершил гимназию, а поступил в Аризонт. Это одно из самых лучших моих решений в жизни. Почему? Потому что Аризонт, кроме мужской закалки, это 90-е, это Чадар-Лунга. Все-таки кто меня, в основном меня поймут, что такое Гаузия и Чадар-Лунга в 90-х. 94-е, 1994-е, 1998-е годы. Ну, достаточно, так скажем. Давайте говорить честно. Тогда Юг считался одним из самых бандитских регионов республики. Я не буду скрывать, уровень криминалитета зашкаливал. Не только по Югу, наверное, по всей стране. Но вот тогда, тогда вот, в принципе, дружбы. Постоять за себя надо было. И, соответственно, я был благодарен на то, что и очень хорошие учителя были. И друзья держались друг друга, поддерживали друг друга. Был принцип как у мышкатеров один изо всех и все изо одного. Друг друга не давали в виду. Разное было. Но вот если говорить конкретно про принципы, то тогда, не то, что в принципе, вот для меня вот важно было тогда быть рядом со своей девушкой, не разлучаться. И я тогда решил остаться в Молдове. Вот тогда меня тогда карьера не интересовала. Скажите, пожалуйста, существует у гагаузов какой-то принципиальный взгляд на брак, что гагаузы должны жениться на гагаузах? Желательно, чтобы они женились на гагаузках. Или этого никогда не было в народе? Ну, я тоже считаю, что как стереотип, хотя, хотя, ну, определенное такое, скажем, движение, не то же движение, вот, определенные традиции есть. У меня папа гагауз, и он в свое время выбрал маму, но мама у меня наполовину молдаванка, наполовину украинка. И первая реакция бабушки была, она же не гагаузка. Конечно, потом все все дружно примирили, жили, все было нормально, но первая реакция была именно такой. Ну, это связано прежде всего с тем, что мы, скажем, у нас принцип оседлости, мы компактно проживаем. То есть мы гагаузы в основном, если даже где-то работали, все равно возвращались в отцовский дом. Даже если где-то служили, мало или уезжали на заработки, все равно возвращались в свое родное село. В советское время наши колхозы, совхозы в принципе были достаточно развитыми. Юг славился виноградом, табаком, другими культурами и, соответственно, косточковой культуры, сады. Поэтому вся молодежь очень хорошо себя чувствовала в сельских населенных пунктах и, соответственно, по традиции, если говорить еще и про нашу историю, то были случаи, когда, я вот знаю историю моих родителей, как мой отец с родителями шли договариваться с родителями моей мамы, тоже с бабушкой, дедушкой с той стороны, как бы, и первый раз дедушка Евгений, он как бы отказал дедушку Василию, вот именно, чтобы моя мама вышла замуж за моим фон папу. вот, это был отказ, во-втором еще раз, ну, без объяснения был отказ? Я сейчас точно не помню, то есть, я думаю, что проверялась какая-то, скажем, как сильно они друг друга любят, и как это, после этого должны были убедить, ну, это традиция такая, то есть, сразу, с первого раза, допустим, некоторые семьи не сразу позволяют. И поэтому, это вот, скажем, эта традиция, она испокон веков, вот у нас, в ГГУСах, она сохранилась. Сейчас, конечно, после тех миграционных процессов, которые происходят, и в том числе в ГГУЗе, и произошли в 90-х, в 2000-х годах, конечно, они повлияли на демографическую ситуацию, как в регионе, так и в стране, поэтому, много студентов училось в Кишине, осталось здесь, как я, допустим, и, соответственно, моя жена молдаванка с румынскими корнями, поэтому, у нас прекрасная семья, двое прекрасных детей, и, ну, не было этого стереотипа, что вот со стороны моих родителей, что обязательно должен жениться на гагаузке. Это, скорее всего, уже более современная наша история, новейшая история. Еще такой, один из, я не знаю, стереотипа, или не стереотип, считается, что в ГГУЗе все-таки гагаузскими мужчинами, несмотря на то, что это очень такие, порой суровые даже мужчины, с характером, так скажем, все равно гагаузские женщины еще более с характером, и якобы все-таки гагаузские женщины, они не то чтобы доминируют, но, скажем, что если это будет какая-то в семье стычка, или конфликт, или непонимание, то гагаузская женщина, она, скажем, свое слово говорит, хотя, вроде бы, женщины должны молчать, ну, так принято тоже говорить, что женщина должна молчать, но при этом между ними женщина все равно будет доминировать в какой-то степени. Ну, я могу сказать, вот я вот не знаю, мужчины себя могут показывать в семье, что они самые главные, их должны все слушать, но на самом деле главнее супруги, наверное, никого нет. В доме, в семье все равно все основано, занимается на, скажем, на супруге, на женщине, на маме, на матери, поэтому я могу сказать тоже, как пример и моих родителей, и моей, и нашей семьи, то отец всегда, он хозяин, он должен сказать, мама всегда молчит, но в итоге все получается так, как мама сказала, на решение, которое принимаю из семьи, всегда влияло окончательное слово, говорила мама, хотя отец очень, у меня по суровости достаточно суровый характер. Ну вот настоящий гагауза такой принципиальный, вот у него, я всегда, этот человек очень повлиял на мое становление, как мужчина и как человека, я многому у него научился и до сих пор учусь, мы до сих пор общаемся, советуемся, для него мое слово очень важно, для меня его слово важно. Но у нас в семье, я могу сказать однозначно, семья на плечах женщина. Если успешный мужчина и всегда за спиной успешного мужчины, мужчина, который добивается многого в жизни, за его спиной всегда мудрая, умная женщина. Я в этом убедился, убежден. И это хорошо. Я прошу прощения сейчас за такое любопытство, вы просто сказали, что все-таки не уехали в Турцию из-за любви к девушке. Девушка эта стала вашей женой? Нет. Это другая была девушка? Это была другая, это была первая моя любовь. Я уже достаточно так рассказал. Я прошу прощения, просто в этот момент вы так это, скажем, довольно необычный. Спасибо вам большое за эту откровенность. Необычно, когда в таком уровне человек все-таки делится настолько лично. Я же прежде всего человек. Поэтому у каждого человека есть свои эмоции в разной ситуации в жизни. Но можно сказать, что сегодня вы пожалели, что все-таки не уехали тогда учиться? Ну, с точки зрения, может быть, еще раз говорю, что вот не реализовал себя как инженер, потому что я считаю, что в моем становлении правильно было бы сначала получить техническое образование. Такая возможность тогда была. Я эту возможность не то, что не использовал, но у меня тогда были другие приоритеты, другое видение на жизнь. Думал сначала устроить личную жизнь, потом соответственно уже. А как же первым делом самолеты, а девушки потом? Ну, была любовь. Была любовь и большая любовь, и не хотелось расставаться. Потом уже ясно, что уже другой период жизни. Мы уже со своей супругой познакомились на работе. у нас служебный роман получился. Кто нас знает, многие, кто нас знает, которые работали с нами, прекрасно историю знают, достаточно интересные. Это как бы так получилось, что пришел, увидел, победил. Потому что это была любовь с первого взгляда. Это где вы тогда в тот период работали? Мы работали вместе в Национальной комиссии по финансовам. Это вот тогда? Это был 2002 год. И вы по сей день вместе? Да. 2002 2003 начали встречаться, в 2004 мы поженились. Уже в следующем году будет 20 лет. Пришел, увидел, победил. Я так всегда говорю, это конечно в кавычках. Это взаимная симпатия была. Я верю в любовь с первого взгляда. У меня так получилось. Вы сказали, что у вас папа, отец ваш довольно суровый человек. Вас как воспитывали? Вы росли в строгости? Умеренной строгости могу сказать. У меня отец и мама работали практически с утра до вечера. Воспитала скорее всего дедушка и бабушка воспитали нас. У меня с сестрой. В остальном конечно отец строгий. Нужно учить уроки. Нужно помогать по дому. Потому что я делал, помогал и отцу, и дедушке, и бабушке. Но конечно был таким сорванцом. Поэтому улица дала о себе знать. Вас наказывали когда-нибудь в детстве? Ну конечно наказывали. Первое это я помню это очень такое наказание было. С ребятами хотел сказать с пацанами, хотя так и есть. С пацанами. С пацанами. Ну мне было 6 лет, 6 или 7 год, я еще после первого класса. Ребята пошли на озеро. Ну где-то на озеро, на возле километра 3 на окраине села Жиль и с нашей с лесной там у нас была улица Герсона, лесная от огородной до озера 3 километра. Прилично. Да, мы шли пешком либо на велосипедах. Ну я вот ребята позвали и у меня не было целый день дома. А до этого за неделю отец сказал, что я обязательно должен пойти в лагерь. Спортивный лагерь в Этулии. Знаменитый спортивный лагерь, был лагерь юности спортивный. И из-за того, что целый день меня не было дома, я никому не сказал, куда я пошел, конечно, все узнали, где я был, все друг друга знают, сказал, вот тебе наказание, ты не пойдешь в спортивный лагерь. Для меня это был такой шок немного. После этого, конечно, слушался, но у озера летом это было святое. Поэтому уже все знали, что мы на озере. Мы учились... Но лагерь так и не был. Потом уже. Потом лагерь. Но в туалете наказание сбылось. Наказание было так. И дома читать книжки. Ребята были в лагере, я был дома. Но в принципе после этого понял, что есть определенный порядок. Надо говорить, что мы идем на озеро. Хотя все знали уже, что летом это наша сторона и наши улицы. Огородная, лесная и... Не лесная, это Огородная, не лесная, это другое. Огородная и Герцена. и еще крайняя улица. То это все лето мы были на озере. В общем, так. А вы сохранили дружеские отношения с кем-то из этих же видов? они же все мои соседи. Выросли вместе до сих пор. У нас даже есть чат общий. То есть вы до сих общаетесь? Кто в Турции, кто в России, кто в Украине, кто в Германии, кто по всему миру. Многие состоявшиеся люди говорят, утверждают даже некоторые, что с годами, особенно если ты довольно успешный, то не все друзья детства могут пережить твой успех. И время убирает, то есть разводит друзей. с вами такого не случилось? Нет. Не потому что понимаете, дело не в том, что кто-то чего-то достиг в профессиональном плане, либо в бизнесе, в политике. Дело в том, что мы люди должны в любой ситуации оставаться людьми. Поэтому у нас мои родители были и есть, я считаю, работали мамой медсестрой, отец работал агрономом, начальником ПСО в колхозе. Да, было определенное время, его избрали еще при Советском Союзе примаром, представителем сельсовета. Но в селе все друг друга знают. То есть там другие принципы, другие взаимоотношения, там мало кто смотрит на то, чего ты достиг. Ты должен проявить себя и тебя должно уважать по другим принципам. То, что у тебя там какая-то должность, либо у тебя есть бизнес, деньги. Это не так. В наших селах это и я думаю, что не это самое главное. У нас всегда говорят, что человеком должен быть. И это правильно. Вы часто бываете в Гоголузе? Да, был буквально неделю назад. Я имею в виду не по работе, а просто ваши личные. к сожалению, в последнее время из-за работы не могу часто видеть своих родителей. Но, конечно, уже не тот возраст. Раньше были молодыми, хотя вот время очень быстро бежит. Сейчас самое важное, чтобы они были. Мы были здоровыми, дети, и они были здоровыми. Почему они не переехали, ваши родители, в Кишинев? Почему вы их не перевезли? Гагаузы? Не хотели? Ну, как оставят родительский дом? Тем более, по возможности пытаются создать им условия для того, чтобы им жилось там хорошо, облегчить им повседневный быт, можем так сказать. Но я не думаю, что они переедут и думаю, что уже для них это невозможно оторвать. Скажите, вот все равно на вашу жизнь не может никак не сказываться в принципе и ваш пост. Очень много людей в связи с последними вот эти два года повышение цен на газ. Люди ругают, ругают власть, ругают частично вас, что вы виноваты в этом. Как ваши родители? Все равно вы для них остаетесь тем самым мальчиком, сыном. И по сути вы всегда будете ребенком сколько бы вам лет не было, вы все равно их ребенок. Как они переживают? Они все равно что-то видят наверняка, я так подозреваю. Что они говорят? Виноваты ли вы для них в повышении цен на газ? Что они вам говорят? Ну не будем про цены. В последнее время все-таки сейчас ситуация немного у нас сегодня мы не трогаем эту тему. Больше интересно как они к этому относятся? Конечно относятся каждый переживает за своего ребенка. Каждый переживает то, что говорят. Особенно у нас в ГАГУЗов и вообще в стране очень много что скажут люди, а что они говорят, тем более говорят про моих детей. Конечно это отражается на них, на их скажем так моральном состоянии. Я в этом плане конечно пытаюсь их успокаивать. Очень просто говорю не читайте газет, не читайте интернета, фейсбука. Они мне постоянно мама или папа я сейчас возьму и напишу. Я сейчас не знаю там прокомментирую. Я говорю успокойтесь не надо ничего комментировать. Просто пытаюсь их скажем по мере возможности успокоить, чтобы они не реагировали так слишком эмоционально. Хотя очень с годами это проходит поэтому нужно на критику относиться если это объективная критика ее нужно воспринимать и принимать вообще критику потому потому что ясно что всем не угодишь тем более когда занимаешься определенные должности нужно быть всегда ответственным за свои дела и поступки и отвечать за них поэтому в этом плане у меня я думаю что с этим проблем нет и за все свои действия готов ответить и за бездействие тоже для моих родителей конечно они переживают переживают прежде всего чтобы каким-то образом я на это не реагировал хотя на самом деле они больше реагируют а вы осознанно шли к этой должности может быть я не шел еще раз я не шел к должностям так получилось что была предложена моя кандидатура на эту должность я себя скажем никогда не хотел скажем чтобы я вот был там директором какой-то компании либо занимал какую-то государственную должность не было такого но у вас все равно были амбиции вот докуда доходили эти амбиции ну амбиции здоровья как применить свои знания применить свой опыт ясно что каждый человек который имеет определенные навыки опыт профессиональные знания почему бы нет всегда каждый солдат хочет стать скажем генералом но если бы меня взяли с парашютом приземлили ну наверное скорее всего там были бы какие-то разговоры я знаю как я рос многие люди знают как я рос и участвовали в этом процессе в том числе и мои руководители поэтому со специалиста с низкой зарплатой потом начальник отдела замначальника управления начальник департамента бизнес потом первый заместитель ну директор НРЭ потом министерство опять потом бизнес потом первый заместитель представителя исполкома Гагаузии далее Молдова ГАЗ то есть эти все ступени я хорошо знаю поэтому у меня есть очень хороший скажем запас мощности в части знаний в части руководства людьми как себя вести прежде всего как руководитель потому что я все это прошел у меня была хорошая школа руководителей и я каждое заседание которое они проводили я на каждое заседание записывал я учился у них это вот школа жизни вы можете свой путь охарактеризовать как тяжелый или сложный ну тяжелый или легкий знаете я на этом как-то не особо обращал внимание ну однозначно он легким не был и он был давайте скажу так он был достойный того периода времени где я когда находился в какой должности поэтому были разные периоды но были сложные периоды и надо в этих периодах уметь управлять двумя очень важными аспектами по моему мнению то что может быть с переменными успехами удавалось сделать это управлять конфликтами в том числе конфликтами внутри потому что в любом случае это управление и умение общаться с людьми и второе это управление кризисами и управление изменениями это уже соответственно требует определенной подготовки поэтому это это искусство и эти навыки они их нельзя вот взять в один момент там прочитал одну книжку и все что ты можешь управлять нет это с годами приходит это приходит с опытом я считаю что в этом плане мне удается и команде уже скажем так в любом случае все равно не один делаешь работу удается найти этот баланс компромисс и общий язык с людьми по крайней мере пытаемся конфликты либо их предупреждать либо ими регулировать таким образом чтобы не страдало общее дело и и само предприятие это очень важно все мы разные разные люди и главное не быть предубежденным а принимать разные точки зрения потому что если я начальник там кто-то дурак то так так не пойдет это важно как удерживать вот эту высокую планку вот как обычно ты когда идешь к чему-то осознанно неосознанно целенаправленно или нет целенаправленно очень много людей на пути которые хотят тебя сбить с этого пути хотят занять твое место хотят тебя подсечь подрезать хотят ну откровенно там кто-то завидует для кого-то ты конкурент кому-то ты мешаешь вот как сохранить эту планку и при этом во всем этом выживать потому что это такой закон джунглей своеобразный ну да есть такое конечно вот мы начинали про принципы детства и так далее вот я могу сказать ответ вопрос очень просто а вот надо всегда помнить что это не постоянно надо знать о том что я не буду в этой должности постоянно надо знать что после этой должности тоже есть жизнь и надо знать что с людьми я завтра встречусь и я должен им сказать добрый день посмотреть в глаза и чтобы у нас был взаимный диалог не было никаких разногласий в этом плане потому что это все переменчиво тем более в нашем мире вот это нужно всегда помнить и знать что прежде всего любой руководитель он человек поэтому это я всегда помню очень просто у вас есть политические амбиции может быть они были когда я работал в Гагаузии скорее всего были башканы вы хотели быть рассматривали рассматривал такую возможность тогда функция была может быть более техническая или был технократом в команде Ирина Федоровна но все равно участвовал в политических баталиях в том числе на уровне Гагаузии да не исключаю никогда не исключал и в эти выборы ходили слухи разговоры что возможно вы будете баллотироваться ну я потом принял решение что в этот период времени когда множество кризисов тем более энергетический кризис и газовый кризис поэтому он еще не завершился поэтому надо быть с компанией с людьми и с коллективом тем более сейчас очень много процессов реорганизаций где должно быть мое присутствие вы отличаетесь от того какой вы на работе и какой вы дома в жизни ну да наверное отличаюсь вы на работе более жестче чем дома или или могу сказать так на работе более человечный я считаю что надо спросить моих детей и супы конечно я их очень люблю они меня любят пытаюсь быть строже со своими детьми но могу сказать что не всегда получается конечно на работе в силу должности построже но пытаюсь быть справедливым и с людьми взаимоотношения строить таким образом чтобы не считали меня как начальник вот непосредственно начальник шеф вот а наоборот мы должны быть как команда и относиться друг к другу более скажем открыто и с целью достижения конкретных целей потому что я вот в последнее время смотрю что все решения которые мы принимаем и вот все решения правильные рациональные решения которые принимаются в компании они ответственны конечно на мне но когда мы это принимаем в рамках команды где очень много споров очень много разных мнений но в итоге нам удается находить компромисс и вот я считаю что вот эти выверенные решения они это результат работы командной работы коллектива и тех людей которые непосредственно переживают за компанию и предлагают качественное решение по моему мнению наименению и других коллег в итоге получается достаточно очень слаженная и интересная работа с учетом мнения каждого члена команды поверьте мне когда человек в команде чувствует что его мнение и сего мнения считаются и действительно он носит какой-то вклад развития компании то совсем другая мотивация потому что мотивация не зависит только от денежной составляющей либо каких-то социальных льгот зависит в том числе как человек смотивирован и как он продвигается как его идеи воплощаются в жизнь в этом плане я даю возможность моим коллегам скажем выкладываться на все сто и самореализовываться в части принятия вот этих корпоративных решений вас часто узнают на улице да да но у меня и раньше узнавали именно вот в этой должности к вам бывало такое что подходят простые люди и начинают либо хвалить вас либо наоборот какие-то высказывать претензии и то и другое как вы реагируете спокойно реагирую во-первых большинство конечно ну скажем я гуляю по улицам захожу в магазины в кафе с детьми приезжаю в родное село меня ну все ли ясны в Гагузии большинство меня все меня почти знают ну за за ту работу которую мы проводили тогда в тот период времени но сейчас конечно больше критики с тарифами Вадим Петрович первый вопрос когда понести тариф это первый вопрос ну пытаюсь объяснить какая ситуация как все формируется но каждому же ты не объяснишь от начала и до конца даже как формируется цена если меня спрашивают то я пытаюсь каждому объяснить если идет конкретный вопрос каждого конечно это это наш потребитель прежде всего это наши люди и если они меня спрашивают об этом я должен вы когда-нибудь сталкивались с откровенным хамством разное было но честно скажу такого откровенного кроме как публикации и комментарии в фейсбуке вот открыто на улице в магазине либо в других местах люди узнают здоровьются спрашивают нету нет я вот не сталкивался с откровенным хамством ну еще раз разные ситуации поэтому не буду за весь этот период сколько я в должности представителя управления Молдова газ но такого откровенного хамства не было где вы себя видите дальше в республике Молдова вы не уезжаете нет ваши дети не уезжают я очень хочу чтобы они остались в стране чтобы жили здесь творили работали насчет учебы не могу сказать потому что это будет зависеть от того как они себя ведут потому что вот всегда вот есть такой момент когда вот политиков наши критикуют что вот он говорит про миграцию там демографию а на самом деле его дети там учатся там за границей дети уже они они тоже личности тем более когда им 18-19 лет они должны принимать решение они сами за себя принимают я вот всегда вот из-за этого они должны сами себе принять решение а уже мы должны создавать условия чтобы они возвращались я считаю что я надеюсь что даже если они будут учиться за рубежом то они вернутся в страну будут работать во благо страны потому что основная задача чтобы они научились даже на западе но мы должны их привлекать стимулировать чтобы они возвращались и применяли свои знания во благо экономики страны и во благо развития нашей страны я так считаю и поверьте мне много таких хороших случаев есть хотя конечно когда в других странах есть совсем другие возможности совсем другая инфраструктура когда их потому что очень много случаев я знаю как просто с студенческой скамьи их забирают просто крупные компании здесь конечно мы альтернативу не можем дать на этом этапе хотя я думаю что в будущем они много примеров будут когда ребята будут возвращаться я уверен в этом ваши дети говорят на гагаузском они знают гагаузский они знают скажем на таком бытовом уровне потому что гагаузский очень похож турецким они изучают турецкий в аризонте они оба учатся в аризонте и не то что но вы с ними не общаетесь потому что отец учился в аризонте потому что они этого сами захотели прошли все экзамены тестирование оба вы с ними говорите на гагаузском ну пытаюсь но не получается они понимают как некоторые слова ну конечно это не такой гагаузский который мы общались когда-то или сейчас как общаюсь с родителем какая традиция гагаузов которую вы и в своей семье соблюли и чтите вот и все равно есть какие-то народные традиции может быть что-то вы взяли из своей семьи из своего детства сразу могу сказать это хидер лес это кассы мы это святой Георгий и святой Дмитрий мы это чтем это наши праздники которые с гагаузи с детства эти праздники мы праздываем ну и соответственно достаточно ну могу сказать семья религиозная и мама отец и супруга моя тоже поэтому мы все праздники православные конечно празднуем ходим в церковь Ваша семья была религиозной всегда с детства я имею в виду вы это видели да видел конечно хотя в советское время это было трудно как больше вот была так номенклатура но все равно церкви не было в селе она была разрушена в 60-е годы сейчас она восстановлена новую церковь всем миром строили я благодарен всем жителям села и руководству всем лидерам бизнесменам простым людям которые пожертвовали и вот очень долго строительство этой церкви было в прошлом году осветили и сейчас проводятся службы в селе есть церковь восстановленная в том же месте где она стояла много лет Вадим Петрович не могу вас не спросить по поводу автономии как нам сохранить автономию сегодня все чаще звучат и ходят разговоры и обвиняют центральную власть в том что автономию хотят разрушить вот первый вопрос вы считаете что это правда ее хотят разрушить и второе если есть угроза автономии то как сохранить автономию вот если бы поменьше политиков с Кишинева вмешивалась и не воспринимала как грузию только какой-то плацдар для своих политических амбиций и мы прежде всего мы находили общий язык там вот я думаю что вот этих вопросов бы не было вопрос автономии он слишком это политический вопрос это понятно это политический вопрос не только в республике Молдова этот вопрос политизирован и в Италии поверьте мне и в той же Румынии если мы говорим про определенные культурные центры компактного проживания допустим те же самые венгров это касается и других стран это и Финляндия и Уэльс допустим ну мы должны понимать чего мы хотим чего хотят грузы у нас сегодня кроме республики Молдова у нас другой страны нет и этой страны не будет мы прекрасно понимаем что мы должны жить с основным скажем давайте могу сказать мажоритарным этносом молдаванами румынами как они себя называют в мире и согласии мы должны понимать что у нас есть правительство у нас есть государственные органы власти у нас нужно четко понимать что в наших полномочиях что в полномочиях государственных органов власти это все можно решить но пока нету у нас согласия а это должно в первую очередь быть как мы можем договориться о чем-то с центральным органом власти когда у нас политика вмешивается в нашу жизнь и деятельность и она вмешивается на центральном уровне у нас до сих пор нету наших региональных партий то есть мы должны прежде всего думать с точки зрения наших интересов что мы хотим а мы должны знать четко что мы должны жить в мире и согласии мы должны четко формулировать взаимоотношения с центральным органом власти вы имеете мы это гагаузы это автономия я говорю про автономию сейчас говорю как житель гагаузи не то что там я живу в Кишневе или прописан только потому что я участвую там в голосовании я голосую как гражданин я сейчас говорю и поверьте мне говорю наверное скорее всего меня поддержит большое большинство наших граждан четко понимать что мы должны сохранять мы должны четко сохранять свой язык свою культуру эта автономия в том числе для этого создавалась мы должны это развивать у нас скажем очень талантливые дети мы мало реализуем проектов в образовании и да капитальные ремонты развития там каких-то какой-то инфраструктуры это очень хорошо но с точки зрения наполнения с точки зрения скажем изучения каких-то новых прикладных знаний этого очень мало потому что у нас только сейчас вот намечаются определенные проекты определенные компании создаются допустим в сфере IT в серии других технологий у нас большой огромный потенциал по реализации технологий в сельском хозяйстве в сельском хозяйстве в сельскохозяйственном регионе у нас есть университет Камраде база научная есть и это нужно развивать не развивать только юридические и экономические факультеты а другие факультеты недавно создан Теквилл в Камраде он достаточно успешно работает руководителем Теквилла Камрада Любовь Метеогла это достаточно активный человек вот ей нужно помогать по мере возможности чтобы такие проекты реализовывались чтобы молодежь вокруг этого Теквилла собиралась соответственно реализовывать очень много хороших вещей то же самое касается детских домов творчества сейчас вот в моем родном селе благодаря руководителям и детского дома творчества и музыкальной школы и примарии ну делается просто ну я считаю что феноменальные вещи и на уровне просто одного населенного пункта и там детишек из года из года в год посещение наполнение детьми качеством это ну только увеличивается и это хорошо вот им в этом нужно помогать и по возможности я в том числе помогаю вы считаете что только не только но большую часть сохранения автономии все-таки это большая часть ложится на плечах самих гагаузов то есть самих гагаузов конечно однозначно поймите если у нас есть четкое понимание что мы хотим у нас есть взаимопонимание внутри у нас четко сформулированная оппозиция перед Кишиневым основанная на конституции на законе об особом правом статусе и четкой программой действия и четко нужно понимать что мы никакие не сепаратисты мы граждане этой страны и хотим жить в мире согласия и развивать и развиваться и развивать страну вот это будет атак ну к сожалению вот политика она я думаю что это пройдет я думаю что в Кишиневе мудрые руководители они прекрасно понимают что ответными действиями каким-то они только спровоцируют вот эту ненависть это очень плохо поэтому здесь достаточно мудрые руководители они это поймут и просто ГГУЗе нужно немного оставить в покое мы сами разберемся и не надо впутывать эти политические игры которые достаточно вредят они не вредят Кишиневе они вредят прежде всего нам вот примерно такое мое видение а для этого есть все предпосылки надо чтобы было желание воля и взаимопонимание потому что я смотрю и иногда мне становится очень неприятно скажите какие книги вы читали любите и могли бы порекомендовать просто хочу создать какие книги рекомендует Вадим Чебан подумайте подумайте выбери каких-то пять книг трилогия конечно моего возраста и моих там кто друзья которые наверное все читали или читают это Теодор Драйзер финансист Титан и стоик это скажем так азбука для скажем достижения чего-то в жизни конечно это я читал Достоевского преступления наказания это считаю что ну и идиот это то что вам нравится да то что нравится я могу и перечитывать эти книги ну из конечно много современных книг которые по саморазвитию лидерству читаю поэтому здесь конечно Гвальной Харари почти все его книги от Сапиенса до новой истории новой истории конечно ну мотивационный это Робин Шарма достаточно много его книг которые можно читать и саморазвиваться ну в основном вот эти книги мы все-таки вас увидим в политике в активной большой политике ну я сейчас не могу ответить на этот вопрос я ничего не исключаю возможно возможно да и еще если вы позволите я задала бы вам вопрос не знаю как вы к нему отнесетесь очень часто сегодня в телеграм-каналах вы знаете сегодня наши телеграм-каналы используются в том числе для того чтобы и обелить каких-то людей и очернить и просто новостные каналы ну в общем телеграм-канал сегодня такая социальная сеть с множеством вопросов очень часто последний вот этот год очень часто вас упоминали в связях с СИБом кто-то вас обвинял в том что вы тесно сотрудничаете кто-то говорил что вы такая личность которая не может остаться вне глаз сотрудников спецорганов и хотите вы не хотите но вас за вами будут присматривать либо будут как-то управлять либо пытаться управлять либо курировать вашу работу вот вы сами как комментируете все эти разговоры слухи клевета это наговоры вот что это да никак я там не могу комментировать потому что полная чушь поэтому я лучше это никак не буду комментировать а вообще когда человек занимает такой пост он подвергается действительно какому-то особому наблюдению ну давайте не будем говорить как наблюдение вниманию давайте вниманию конечно это внимание в принципе у нас в нашей работе там особо нечего скрывать это все транспарент все открыто тем более корпоративная структура управления Молдова достаточно транспарентная я бы сказал это может даже одним из примеров для как организовать правильно корпоративное управление в рамках предприятий и здесь все открыто все понятно поэтому у всех структур и службы есть доступ к этой информации и общей доступной информации и все могут они проверять перепроверять однозначно могу сказать что я не являюсь и не работаю ни на какую из службы я выполняю строго свои функциональные обязанности в рамках устава регламента и того индивидуального трудового договора который я подписал с представителем наблюдательного совета поэтому я здесь в принципе только как менеджер который отвечает за текущую операционную деятельность предприятия с строгим взаимодействием с органами управления управления наблюдательный совет и общее собрание акционеров поэтому здесь четко все обязанности права и обязанности они определены вы сами по себе закрытый или открытый человек я бы не сказал что такое открытый скажем так я сам по себе экстраверт в части в части открытости скорее всего во-первых то что касается личной жизни и семейных вопросов я здесь закрыт это пытаюсь оберегать свою семью от всех этих и лишнего внимания то что касается личной жизни вообще профессиональной жизни по мере возможности пытаюсь стать быть открытым ну соответственно в меру в меру тех прав и обязанностей обязательств которые у меня есть перед обществом акционерным обществом и перед обществом перед масс-медиа в том числе чего вы никогда не сделаете ради карьеры никогда какая черта которую вы ни за что никогда не переступите ну я точно могу сказать что если я дал слово я буду держать строго это слово и ну не буду во-первых шантаж для меня это вообще не обсуждается то есть я это не приемлю не предам не предам это и прежде всего не предам свой коллектив и тех людей которые которые мне доверяют которым я доверяю ну и соответственно не буду ради карьеры там заниматься разной разной там политической агитацией переходить в какую-то партию просто сохранить за собой должность ни от этого не по мне это